Многие в России не верят официальным версиям убийства Бориса Немцова, и особенно его ближайшие соратники. Один из них Илья Яшин. К версии о чеченском следе он относится скептически. Возможно, исполнители убийства действительно выходцы с Кавказа, говорит Яшин. Но заказчиков надо искать в другом месте. В России создана атмосфера ненависти, атмосфера страха для тех людей, которые критикуют политику Путина и оспаривают право Путина возглавлять страну до конца своих дней. Убийство Немцова, несомненно, это акт терроризма. Это политическое убийство. На месте трагедии, всего в нескольких шагах от Кремля, Илья признался, что до сих пор не может смириться с хладнокровным убийством друга. Он до сих пор не может поверить в то, что Бориса больше нет. Но Илья Яшин и его единомышленники не дадут себя запугать. Они хотят продолжить борьбу против системы Путина, которую считают насквозь коррумпированной. По их словам, она вредна для России. Правда, ещё до убийства Немцова оппозиция была ослаблена. Затравленная Кремлём и разобщённая между собой, она осталась без поддержки широких слоёв населения. Ярославль. Промышленный город примерно в 300 километрах от Москвы. Здесь Борис Немцов был депутатом областной думы. О том, как Борис боролся в Ярославле с коррупцией, казнократством и злоупотреблением должностными полномочиями, вспоминает коллега и соратник Немцова по оппозиции Сергей Балабаев. Опасались его местные чиновники, бюрократы, предприниматели, потому что для них это был политик федерального уровня. И я думаю, что они не способны даже в связи с тем, что он тут проводил широкомасштабные расследования, что они были способны организовать вот это. Так в Ярославле думают многие. Депутат прокремлёвской партии «Единая Россия» придерживается того же мнения. Поделился он с нами и своим видением ситуации. Полностью в духе политики партии и Кремля. Политика здесь присутствует на сегодняшний день особенно двойных стандартов. Мы с вами наблюдаем, что происходит на Украине, как там сжигали людей, как там убивали людей на Майдане, для того, чтобы накалить ситуацию и привести её к революционному моменту. Он подозревает в убийстве Немцова силы, которые, по его мнению, заинтересованы в дестабилизации ситуации в России. Сторонники же оппозиционера уверены, что смерть Немцова была выгодна лишь Кремлю. Илья Яшин опасается, что всех тех, кто не поддерживает систему Путина, ждут тяжёлые времена. Продолжение следует...